Это остается в душе ребенка, потому что это уже было им прожито, и это уже стало его. Вот у нас есть мальчишка в лагере, который на вопрос, что далась тебе экспедиция, сказал, что вот он сначала долго не мог найти это слово, а потом сказал, что вот экспедиция, она настолько в меня вошла, что вот она просто вся у меня здесь. Были случаи, когда все ваши вот эти вот методы не имели своего действия? Конечно. Результаты не получалось, и человек так и уходил, таким же, каким приходил к вам. Неизлечимый случай, неисправимый. Вы знаете, всегда очень трудно говорить о результате. Вот когда еще был молодым вожатым, был тогда жив Виктор Николаевич Терский, соратник Макаренко, и был у нас семинар, мы задавали вопросы. Я тоже задал вопросы, я говорю, Виктор Николаевич, как узнать о результате своего, как я тогда говорил, педагогического труда. Я тогда всерьез, в общем, собирался в педагоге. Он говорит, а вы, молодой человек, умеете считать неразбитые стекла? Я говорю, нет. А несостоявшиеся драки? Я говорю, нет. А несказанные матерные слова? Я говорю, нет. Вот когда научитесь считать, тогда будете знать результат. То есть важно не то, что произошло потом, и как слышится, а то, чего не произошло. Юра, для меня... Ну, отец, как можно сказать. Вот так ли я чувствую. Андрюшка, а ты, не отца и матери, не видел никак? Извини, что я тебя об этом спрашиваю. Не видел. Андрею повезло. Этой осенью они появились в другой интернат. Но ведь он только один. Один из многих таких же. Это сумерки. Покатилось солнце дальним родникам. А мне так светло, Будто мы с тобой добрели. Конь, золотая грива, Мой конек. Мне не встать уже. Полетели птицы За живой водой. И ты уходи. Только я засну. Уходи. Уходи. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok